всем привет рад вас приветствовать на своем канале и с вами витарган 177 сегодня у нас с вами на обзоре новый автомобиль новый мод который в принципе я еще ни разу не обозрел то есть меня не было до этого обзоров на данную модель то есть не вы 21 21 3 ни разу на обзоре у меня не было данный мод у нас для версии 23 10 15 8 11 15 автор данного мода макс дмитриев конверт павел каблуков есть аддоны и водитель ну в принципе все очень понятно описание подробное кто сделал тоже понятно также мне понятно что это конверт но несмотря на то что конверты я до этого еще данную него предыдущих версий игры не встречал ну собственно говоря вот это встречались относительно текстур где-то они блестят где-то они какие-то матовый вот капот блестит крыша блестит а бока прямо не какие-то кажутся матовыми ну честно говоря если учесть тот факт что допустим если эта машина там старая или еще какая-то то типа на боках краска поблекла стоит две колонки каких-то там на задней полке тонировка кстати прикольно сделано она просматриваемая то есть не прямо черная она какая-то видно что затемненная также затемненные задние окна все то бишь по правилам передние водительская и пассажирская у нас не затонирована или она вовсе или они вовсе отсутствуют не пойму по моему отсутствуют вовсе окна лобовое стекло у нас не затонировано а здесь у нас все затонировано чинчинарем короче все как должно и быть ну вот симпатичный на эти пробежался сейчас буквально мельком не все аддоны даже посмотрев пробежался по этим аддонам честно мне понравилось то есть сейчас мы с вами видим такой незаконченный автомобиль буквально спустя какое-то мгновение проведя какие-то манипуляции у нас здесь появятся аддоны и автомобиль просто преобразится конечно разница будет агромедная но вот вижу не недостатки вот или черт его знает как то здесь я вижу сзади пружины да то бишь вот а здесь я их почему-то не вижу но не знаю может быть это какое-то новшество тюнинга конечно а вот они пружины кстати вот с этой стороны они видны вот они красные пружины прям в аккурат упираются в рычаги все как положено подвеска кстати неплохо детализирована за исключением отсутствие ступиц то бишь колеса у нас так на весу как-то они ну здесь видать пришлось автору выбирать либо прорисовать сделать пружины либо ступицы ну я не знаю что приоритет бы я поставил бы честно говоря может быть даже ступицы в приоритет по той простой причине что колеса в воздухе как-то смотрится не очень симпатично ну бог бы с ними я когда катаюсь на автомобилях в игре я на днище не заглядываю честно говоря поэтому я думаю это такой нюанс так скажем да почему же я не пойму то вот с этой стороны я вижу пружины да а вот с этой стороны я их уже не вижу блин ну ладно хрен с ними с этими пружинами здесь вот сзади как у нас вообще вот а сзади так камера не опускается как спереди не дает нам что-то нету деревья хотя нет до них далеко ладно бог с ними давайте ребят перейдем собственно говоря с вами к аддонам вид если что у нас от капота из кабины к сожалению нет фары не понял при включении фар какой-то звук двигателя я слышу классно не знаю для того чтобы включить фары нужно включить двигатель так это для меня на новизна клаксон клаксон рабочий все как положено друзья мои так первый аддон так и называется аддон 2121 аддон дает нам 100 ремонтных очков добавляет нам вот такие пороги и добавляет он нам кенгурин спереди и вот такие такую люстру на крыше и по-моему еще добавился у нас я так понимаю да и добавился у нас добавился вот это вот анти крыло на сзади что называется чтобы брызги на заднее стекло не летели то бишь усовершенствуется аэродинамика автомобиля а еще появилось запасное колесо вот так далее аддонов здесь ребят полно просто я думаю есть чем поковыряться так скидываем этот ставим вот это вот это так вы знаете по моему особо ничего не изменилось во первых дает также нам 100 ремонтных очков так ну что то это вот не пойму так вот мы установили да так какая то такая вот финтифлюшка появилась да или она и была она была по моему здесь только люстра убавилась судя по всему а насчет того что здесь прибавилось что-то я как-то не особо замечаю а люстра убавилась убралось анти крыло странно аддон так скажем пошел на уменьшение ну да и ладно ну в принципе тоже смотрится неплохо это наверное для тех кто не любит перебора это поэтому и сделали несколько аддонов вот вам с люстрой вот вам без люстрой либо просто-напросто автор сделал сначала такой аддон потом доделал в такой хотя не знаю здесь вроде аддон а здесь аддон 2 то бишь этот позднее был сделан ладно черт с ним брызговики добавляются у нас брызговики 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 нам дают только визуальный эффект никакого ремонта и ничего подобного они нам больше не отдают текстурки на брызговиках хорошие красивые видно брызговички такие с советских времен то есть автор позаморачивался относительно их внешнего вида не просто так какие-то там лупухи висят очень хорошо детализированы и сделано классно давайте проверим заведем машину блин движок заводится реально прям как вот жигулевский двигатель вот прям реально похоже один в один даже у нас здесь габариты загорелись давайте проверим на анимацию нет к сожалению брызговички не анимированы ну я думаю на скорость особо это не влияет обалдеть вот это да что я вижу значит бампер офф один ничего нам не дает но визуально пипец что нам дает ой ну стоп куда я поперся вы посмотрите ребят вы посмотрите во что превратился автомобиль в хорошем смысле слова там ничего плохого не подумайте ну такой вот уже не хилый внедорожник готов что называется бороздить просторы грязевые просторы вот подготовлены с люстры с багажником то есть все как положено то есть все как в лучших традициях бездорожья даже веревочки такие вот эти тросики натянуты да я думаю все знают для чего они эти тросики так далее поехали дальше у нас здесь еще есть что то наподобие бампер офф 2 бампер офф 2 ну здесь конечно опять же стало несколько почему то поскромнее все бампер такой скудненький такой ну лебедка также у нас присутствует пороги в виде труб запаска у нас та же самая осталась и люстра с багажником на крыше все это у нас осталось но многое пропало не такой интересный аддон как предыдущий на мой взгляд скидываем его бампер сток ну стоковый бампер даже есть смотрите офигеть стоковый бампер бампер классно вот пожалуйста вам стоковый вариант нивы 2121 если кто то любит оригинальные виды вот он пожалуйста я думал честно говоря я такого вида здесь не увижу я думаю будет все завешено просто нелепыми аддонами или лепыми аддонами ну что что а стоковые бампера я не ожидал здесь увидеть далее классно классно автор молодец просто офигенно сделано цвет 1 цвет 1 цвет 1 по факту нам ничего не дает так цвет 1 ну появляются вот такие две туманки ну смотрится достаточно эффектно насколько они ну так знаете как то вот светят они вроде как и светят хе 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 не дальше чем они сами хе 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 давайте день вернем так снимаем цвет 2 вот пожалуйста но эти то вообще по ходу не светят вот смотрите изменяется звук двигателя при включении и выключении фар вы знаете на что это похоже то бишь идет как будто нагрузка на генератор и поэтому меняется звук двигателя вполне возможно но я вот это рассматриваю именно с этой точки зрения и считаю что это офигенно так эти к сожалению у нас туманки не работают просто визуально они прилеплены и все лесенка лесенка ой лесенка опять а 50 ремонта нам дает лесенка кстати вот такая вот лесенка сзади у нас появляется ну не знаю по моему перебор если учесть тот факт что здесь ставится пороги с лесенкой здесь маленько перегнули куда там это я не знаю карлики если будут ездить на этой машине так лесенку скидываем офф груз ну офф груз я так понимаю нужно ставить при наличии багажник это дефолтный по моему да или нет да нет вроде ну что то взято от дефолта что то добавлено смотрится конечно офигенно офф груз что нам дает ремонт дает ты господи эта камера проклятущая в каждом боже видео так да нам дает эта емкость цистерна 100 литров 500 ремонтных очков и еще одно очко гаража офигенный аддон вместительный такой что называется порожнячком ты не поедешь так шноркель шноркель вот знаете вот на большое количество модов устанавливаются шноркели вот блин вот дошло бы до того бы то есть дошли бы обновы до того момента когда шноркель нёс бы какую-то функциональную ценность то бишь установил ты шноркель машина может быть ну в каком-то там виде где-то чего-то стало там потяжелее я не знаю может быть ты что-то утратишь при прохождении проходимости то есть но чтобы шноркель нёс какой-то функционал то бишь при погружении в воду пока ты там шноркель не утопишь машина не заглохнет как-то так было бы офигенно но я конечно понимаю что этот шноркель не функционален чисто визуальное представление мода он нам дает еще и плюс ко всему 50 ремонтных очков блин столько этих прям вообще так спойлер спойлер а для спойлера нам нужно брызговики брызговики а не брызговики надо снять спойлер ой что это я не пойму что я поставил то шнорк а не спойлер а накладки появляются накладки на бока честно говоря ну не знаю не знаю не знаю все да антикрыло появилось сзади опять у нас ну смотрится как-то не очень плюс ко всему они закрывают вот этот щель дверную то бишь такое ощущение как будто водитель туда сел эту накладку присобачили и все и он оттуда больше не выйдет из стопки из окошка так 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 и дает нам этот спойлер пятьдесят ремонта ну и бог не нравится он мне воздух земля воздух а вот воздухозаборнички такие ага ага вот они они да да чтобы салон не тух вот такие вот у нас есть воздухозаборнички воздухозаборнички нам ничего не дают ну ребят давайте значит я ставлю что я ставлю какой я там видел вот этот по моему да вот этот да аддон плюс я поставлю вот это не стоп на лебедку они садятся да прям или за лебедку бог с ним господи много не мало так лесенку пускай будет лесенка ладно груз груз ну я не знаю нафиг не нужен наверное не буду ставить я груз и давайте перейдем с вами колеса медленно мы вот так вот с вами подошли колеса колеса ну вот такие вот колеса в принципе симпотные а во вижу пружины вот они они появляются при повороте колеса нет автор молодец сделал просто офигенно просто супер я даже прощаю отсутствие ступиц бог бы с ними так далее nm ну скорее всего вот я на этих колесах и поеду сейчас сейчас скорее всего ну блин ну что то они какие то слишком резиновые эти колеса смотрите задний диск как проминается что тут пипец прям прям жестач какой то и передний диск тоже проминается квадратные колеса становятся вот вроде ничего так стоит да а потом бац и начинает проминаться ну ладно давайте посмотрим кстати вот эти колеса они под стать запаски что в принципе очень классно смотрится однородно так и последний комплект колес вот такой ну кстати тоже очень неплохо смотрится и они не такие уж по моему резиновые ну проминают не тоже проминаются ну в таком случае я оставляю предпоследние и покатились давайте проверим на прохождение блин ну почему не едем то ну то что да ладно тут ровно практически да сейчас проходим еще как-то не особо вы знаете давайте повышенную включил дифференциал включая полный привод во поперла жара пошла пошла молодец молодец это что это это как что это вы зачем меня на нос поставили а как не обратно и а че там за блески блески он видите шаровая молния летает это я так предполагаю знаете это вот этот вот виной всему господи вот этот где он там цвет этот давайте я у скину наверно шаровой молнии нет не пропали о-о-о-о-о-о мы вернулись а пупе но вообще автомобиль то супер не знаю откуда эти шаровые молнии так водила у нас там уже по пояс в воде давай давай родным блин у колеса портит вообще все портит зараза так-то в принципе моделька очень даже ничего очень даже хорошая очень даже суперская даже сказал бы офигенная него вообще классно сделано и звук движка здесь свой то есть все как положено ребят вообще ой а вы посмотрите как она прет-то ой сглазил по моему это первая лужа настолько она хорошо проскочила здесь она уже учета уровень нанесения водой прям очень уж низок по моему это вот она всего ничего погружается уже да вот только-только капот грубо говоря по капот вода достигает и все чуть выше уже по 5 единиц получаем а вот по номерной знак по единице урона да здесь конечно грязюк то она больше рассчитана на грузовики посмотрите как прет просто молодец вообще него лучших традициях очень радует меня этот автомобиль если учесть еще тот факт что это все таки все таки отечественная автомобиль который все так не любят отечественные автомобили но вы знаете вот я хочу вам сказать я ездил на отечественном отечественном автомобиле уже четыре года у меня было 4 автомобиля и все они были отечественными первый автомобиль был бы у все последующие были отечественные новые автомобили на каждом из них ездил от трех с половиной до четырех с половиной лет у меня не на одном из этих автомобилей не было серьезных паломок уж я не знаю кто как ездить Что они так машины ломают. У меня сейчас отечественный автомобиль. В апреле будет этой машине 4 года. Я в эту машину ничего не вложил. За исключением замена масла и замена колонны. Все. Все остальное... Что-то я грузить собрался. Заговорился. По привычке. Давайте я здесь проеду. Так что, ребят, у кого там что-то ломается, тот, кто хайд отечественный автопром, ну да, конечно, если есть финансовая возможность, ради бога, иномарка, флаг в руки, там все дела. Я несколько патриотичен в выборе автомобиля. Ух ты, как мы клюнули хорошо. Супер. Блин, модель классная вообще. Классная, офигенная просто. Ну, такая, знаете, она немножко шаткая. Я не знаю, вот если чисто так вот играть на какой-нибудь карте с этой моделькой, открывать, к примеру, точки, то бишь, заниматься разведкой карты, я думаю, как бы не стал бы он перевертышем. УАЗик, возможно, будет поустойчивее все-таки на дороге. Поэтому я не могу рекомендовать как альтернативу для УАЗика, но как просто для покатушек автомобиль офигенный. Ну, по большему счету, давайте согласимся, что мы моды скачиваем по какому принципу. скачали, покатали, и все, и удалили. То бишь, не то, что вы там скачали, полезли там, карты на нем проходить. Вот я, в принципе, несколько в этом сомневаюсь. Чаще всего вот именно так вот и происходит. Вот как вот у меня, да? Только я плюс ко всему еще при этом еще и записываю и что-то тут балакаю. А так, в принципе, все то же самое, я так думаю, у остальных. Крайне редко, чтобы кто-то что-то скачивал, мод какой-то, и начинал там юзывать, юзать его до дыр. Там, проходить карты и еще что-то в этом духе. Чаще всего происходит все ровным счетом так же, как и у меня. Так, придется мне опять по этой же дороге проехать. Следы протектора, я не пойму, остаются? Нет. Да, остаются следы протектора. А то тут было у меня на нескольких модах такие следы, как от велосипедных покрыжек таких, или я не знаю, как змея какая-то проползла. Такие узенькие. Возможно, авторы не посчитали. Блин, ну что там за шаровая молния, я не пойму, под днищем автомобиля. видать, генератор тут слабенький, тут шаровая молния еще подпитывает всю электрику. не зря же при включении фар блин, а вы посмотрите, не зря же при включении фар как бы еще и сдается какой-то звук двигателя. видать, напряг идет нехилый. Ну и давайте проедем по кольцевой. Ну, повышенная на самом деле не такая уж и прыткая, но зато когда переключаешься на автомат, автомобиль реально оживает. Давайте переключимся на автомат. Звук реально вазовский. Ни с чем его не спутаю. Ну, так вот. О, видели шаровую молнию? Ну, и они еще раз. Блин, да что это такое? Ой-ой-ой, не переворачивайся, не надо. Ну, конечно, уровень нанесения урона водой низковат, низковат, можно было бы сделать и повыше. А почему у меня, кстати, шноркель не поставился? Где у меня шноркель? Шноркель, шноркель, шноркель. Почему он у меня недоступен? За счет чего? А, за счет лесенки. Ну, да нафиг она мне нужна, эта лесенка. Я лучше шноркель поставлю. Где он, опять? Шноркель, вот он. лесенка на Ниве это перебор. Ух ты, ух ты. Да, подвеска вообще офигенно смотрится. Смотрите. все как положено. Пружины ходят худуном. Блин, офигенно подвеска работает. Давно я не видел настолько функциональную столь функциональную подвеску в пользовательских модах. Ух. Ух. Ну, есть шансы перевернуться. Ну, на самом деле при соблюдении, так скажем, скоростного режима я думаю, это не так уж и просто будет. Ну, на этом я, собственно говоря, хочу закончить свой обзор. Машина офигенная. Есть недочет в плане колес вот этих квадратных. Слишком уж низкое давление наверное в этих шинах. Что аж диски проминаются. Вот здесь вот с обеих сторон промялись. Здесь что-то как-то я не знаю. Ну, есть недочеты есть, но в принципе они простительны. С учетом того, что какая работа была проделана с данным модом, мод реально радует глаз и кататься на нем в игре одно удовольствие. Все, всем спасибо большое за просмотр. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и вступайте в мою группу ВКонтакте. Ссылка будет под видео. Всем пока.